Именно на этой сессии ПАСЕ решалась дальнейшая судьба России в Ассамблее. Санкции против Федерации за аннексию Крыма и войну на Донбассе рассорили Совет Европы. Еще в 14-м делегацию РФ лишили права голоса и возможности избрания на руководящие должности. При этом Россия до сих пор участвует в Комитете Министров. Совет Европы объединяет 47 стран. ПАСЕ один из ключевых его органов. Простыми словами это парламент, а функции Кабмина выполняет Комитет Министров. По словам делегатов, именно он, ссылаясь на статут Совета Европы, настаивает на полноценном представлении всех без исключения стран-членов в обеих институциях. Чтобы разрешить этот кризис, в ПАСЕ создали Временный комитет. Он подготовил доклад об изменениях в регламенте. Если вкратце, то документ ужесточает правила введения санкций против делегаций и обеспечивает им право голосовать при избрании важных должностей в Совете Европы. Доклад комитета вынесли в сессионный зал. Украинская делегация документ резко раскритиковала. Мол, фактически это возвращение России в ПАСЕ. И дело вовсе не в регламентных коллизиях, а в деньгах и мощном российском лобби. Ведь с прошлого года Москва частично урезала финансирование до снятия санкций. Обсуждение доклада проходило очень бурно. И даже с наглядным пособием. Я взял в себе рукавички, бо я собираюсь выступать в сессийной зале ПАСЕ в этих рукавицах химического захиста. И если тебе российская делегация сегодня протягнет руку, чтобы потиснуть ее, то знаете, лучше быть в этом, а не рисковать своим жизням. У вас сейчас есть уникальная возможность. Расскажите нам, пожалуйста, что у вас за перчатки, почему вы решили их взять и почему вы их не наденете? Я уже один раз на все это отвечал. Отвечу вам еще раз. К сожалению, для того, чтобы общаться с российскими представителями, нужно быть в костюме химзащиты. Потому что вы убиваете людей. Где ваш костюм химической защиты? Вот перчатки, я начинаю с них. Потому что пока вас еще здесь мало. Надевайте скорее. А когда вас станет здесь больше... Нас много, мы вас окружаем. Перчатки надевайте. Вы любите ездить смотреть на готические соборы, как в Солсбери. Прекрасный собор, рекомендуем. Вы с тобой взяли Петрова и Баширова? Где они? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Нет, мы сейчас здесь. Мы сейчас здесь, в парламентской ассамблее. Говорят, все европейцы просят вернуть Россию за 11 миллионов. Как же вам быть теперь? Расскажите и перчатки надевайте. Мы к вечеру это увидим. Пока я не увидел, чтобы кто-то из европейцев хотел вернуть Россию. Я вижу европейцев, которые хотят уже наконец-то, чтобы Россия угомонилась. И Путин уже куда-то ушел на покой. Потому что он уже достал весь мир своими действиями. Потому что он убивает людей на улице. Совсем недавно вышел рейтинг мировой Соединенным Штатам Америки. Вы должны доверять человек, который пользуется доверием и вниманием. Это как раз по совпадению российский президент Владимир Путин и даже не американский президент. Но дело не в этом. Прокомментируйте, пожалуйста, свежее, сенсационное заявление на тему того, что Петро Алексеевич сообщил миру, что есть у него секретная информация о том, как Путин вмешается в украинские выборы. Если что-то есть, просто сообщите. Видимо, ваши телезрители не знают. Если у вас прямое включение, то я им сообщаю, что Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки, в Испании, Великобритании. Сейчас ее преследуют за вмешательство в системы в Нидерландах, Швейцарии, Латвии. К сожалению, Россия превратилась в такую страну-хулигана, которая, ну вот, знаете, делает то, что в нормальных обществах не принято делать. И Путин из питерской подворотни, он действительно вот так себя чувствует. Обратите внимание, это официальный представитель украинской делегации. Бегает здесь в зеленых резиновых перчатках, защищает свою страну. Именно поэтому мы, оказавшись в рекламной паузе, увидели его здесь, рассказывает нам про новичок, про Петрова Баширова. И вот эти вот все кошмарные ужасы, которые сегодня здесь будет представлять абсолютно вся украинская делегация. Let's be honest. Despite all the words, this report is about Russia. And the aim is to give up in front of blackmailing of Russian Federation. And to make the unconditional return of Russian Federation delegation to the parliamentary assembly of the Council of Europe possible. Certainly the supporters of this plan don't like to call it surrender. They prefer words, dialogue, compromise. But correct me if I am wrong. The compromise is when two sides are changing their positions to make them closer. Tell me please, what position has changed Russian Federation? Nothing. What resolution of the parliamentary assembly of the Council of Europe, which we are adopting with you together in this hemicycle, is fulfilled by the Russian Federation? No one. So, don't call it compromise. Let's speak about the rules. Mr. Jagland, if you will open the doors of the Council of Europe for the unconditional return of the Russian Federation, please, don't forget to deactivate the door handles, because it can be dangerous. I think we all should be prepared for the dialogue with the Russian representatives. Me, personally, I began to prepare. This is the gloves of chemical protection. We all will need it if we want to shake the hand of the Russian representative or touch the door handle here, because in other cases it can be dangerous for our life. The new rule should be, don't use Wi-Fi network here in our house, because it can be hacked. Don't fly to the Russian Federation in big delegation of high officials, because possibly you will never return. Don't fly in the range of missiles from land to air book of Russian Federation at all, because it can be dangerous. You think I am exaggerating? Well, ask about this, the relatives of victims of Boeing MH17. Ask these people, thousands of people in the world who are fighting against Russian cyber attacks, now, today, in Netherlands, Latvia, Switzerland, United States of America and other countries. Ask these relatives of more than 10,000 killed people in Ukraine during the beginning of Russian aggression. Ask these millions of refugees from Syria, Georgia, Ukraine. Don't ask for whom the bell tolls. It tolls for you. Thank you very much. Mr. Goncharенко направил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в этой ассамблее. Это не была моя личная инициатива. Я не вмешиваюсь в дебаты. Моё мнение по этому поводу таково. Нельзя лишать людей, которые заседают в этом зале, права на голосование. Но как не пытался парировать генсек Совета Европы, сторонник возвращения России в ПАСЕ, его слова в буквальном смысле затоптали. И после жарких споров документ отправили на доработку. Этот перелом сделал невозможным возвращение России в ПАСЕ в следующем году, даже если бы ее делегация гипотетически подала такую заявку. Возможно, россияне ожидали иного исхода. За происходящим в тот день в ПАСЕ впервые за несколько лет следила камера российского телеканала. Ведущая пыталась вопросами провоцировать украинскую делегацию, на что получила достойный ответ. Слава Украине! Вероям слава! Представление! Это украинские депутаты! Друзья, товарищи! Обратите, пожалуйста, к вам! Впрочем, победу праздновать рано. На одной из ближайших сессий обновленный регламентный доклад вернут в сессионный зал. И депутатам снова придется выбирать между ценностями моральными и материальными. Депутатам снова придется выбирать Впрочем, победу праздновать рано.